У нас сегодня будет ризотто. Для ризотто нам понадобится рис. Многие рекомендуют арборио, но арборио достаточно мелкий. Вы можете попробовать его, но его нужно кушать сразу, иначе он может быстро превратиться в кашу. Мне больше нравится корнароли. Сейчас его сложно достать в связи с санкциями, но мне удалось. Мне понадобится лук, чеснок, сливочное масло. Для вкуса можно добавить тимьян, как свежий, так и сушеный. Петрушку свежую очень классно добавлять. Я обожаю зеленый чеснок, поэтому мы его добавим, но это акционально. И нам понадобятся грибы и утиная грудка. Грибов нам понадобится пополовинки от этого. В общем, все мы готовим примерно по вкусу. И понадобится вино и куриный бульон, который у нас был замороженный и разогревается тут. Ты будешь у нас, как это называется, символом? Главным дегустатором. Дегустатором. Хотя и нельзя, и нельзя. Где, и нельзя. Ну, она будет запах. Да, да. У нас следующий этап – это жарные курицы, утки. Это утка. Да. Для ризотто с уткой. Мы взяли сырую утку, потому что другого не нашли. Когда я готовлю ризотто с мясом, я обычно беру уже готовую, например, копченую грудку, индейки и курицы. Добавляю грибы, и тогда я добавляю уже готовую копченую грудку на последний этап и в самом конце – это все почти готово. Не удалось найти копченую, но нашлась сырая утка. И ее мы поэтому предварительно поджарим. Мы также готовим мясной бульон. Он у нас должен кипеть. Он у нас почти разморозился и закипел. Мы его будем хранить горячим. Чуть позже узнаем зачем. А пока мы добавляем немного сливочного масла. Мы будем все готовить на сливочном масле. Можно готовить на топленом или масле хит. Вот, но вкуснее, конечно, если это будет не растительное масло. Я не знаю, что такое масло ки. Это топленое масло, каким-то определенным образом топленое. Вот, мы добавили немножко масла и кладем утку жиром вниз. Нам также будет важно вытопить жир. На нем мы тоже приготовим. Не то, что это классический способ, но поскольку у нас есть утка, почему бы не готовить так. Вот, если бы утка у нас была бы копченой, или бы мы готовили вообще ризотто с грибами, без утки, такое тоже возможно, то этот этап мы бы пропустили. Мы хотели рассказать вам историю ризотто, но не успели ее набуглить. В общем, никто не знает, что это такое, как у нас. Чуть позже Саша расскажет свою версию. Вот, а пока что я расскажу мой путь к ризотто. Я услышала о ризотто еще очень давно, увидев на полках в супермаркете вот эту готовую смесь для ризотто. Нашла рецепт в интернете, что-то намешало. Вот, получилась рисовая кашка. И вот совсем недавно, год назад, в тот момент, лет 10 назад, вот, а год назад я пошла на мастер-класс «Идеальная ризотто». И там мы готовили такой вкусный ризотто, приготовили, что я начала его готовить дома. Ризотто совсем не теоретическое блюдо, и благодаря этому мастер-классу мы поправились на несколько килограмм. Так что... Да, Саша был когда-то очень худенький, но сейчас... Вот, все-все моя вина. Вот, так что я на время перестала готовить ризотто, и теперь готовлю только по праздникам или для приятной компании. Сейчас мы обжариваем утку, вытапливаем жир. Мы вытапливаем жир и дожариваем ее до какой-то консистенции, чтобы потом мы нарезали и положили на самую последнюю этапе. Так, нам нужно будет порезать лук, чеснок, кипевы. Потом готовится утка. Есть способ, как нужно делать правильно. Я его не умею резать, но могу научить. Так, ну давайте. Как обычно. Вот, вот у нас есть большой нож, мы берем лук вот так. Почему это важно? Если отвлечься, пока смотришь телевизор, или с кем-то говоришь по телефону, вы себя не порежете. Вот так. Вот. И двигаем просто ножом. Получается вот так быстро, если так научиться. Вот. Чеснок. Иногда просто кладу для аромата, те, кто не любит чеснок. И можно его вообще вот так вот придавить ножом. И даже на этом остановиться. Хорошо не подраздавить. Потом такой чеснок обычно выкидывают. Но, кажется, мы все тут любим чеснок. Мы не будем его выкидывать. Хорошо. И поэтому мы так же его настукаем. Вот. Но, если кто не очень любит чеснок, или хочет просто для аромата, может раздавить, и когда он поджарится, выкинуть. Мы поджарили утку довольно-менее готового или полуготового состояния. Вот. Обнаружили, что на ней есть небольшие такие стерия, которые мы потом берем. В любом случае, утку мы сейчас убираем. Если вы готовили без утки или скопченые утки, то вы можете просто добавить сливочное масло, это стопильский бомб, и сразу добавлять чеснок. Какая у тебя сейчас такта. Да, с нее надо было на ноже доставать чеснок, но я уже ее схватила всю. Вот. Поджарить немножко чеснок. Итак, у нас немного поджарился чеснок. Мы добавим веточки тимьяна, или аромата. И добавим сразу лук. Ага. К тому же нарезанные грибы. Но грибы это просто нарезанные шампинины, да? Да. Пока у нас все это поджаривается, мы делаем дальше заготовку. Вежим шампинионой. И мы еще немножко вешалки возьмем. Вешалки можно прямо разламывать пальцами, они очень нежные. И нарывать пальцы, и не обязательно врезать. И вот для смеси жареного на масле лука есть какое-то итальянское слово. Может быть, когда-нибудь я его выучу, но это отдельное такое. Какие итальянские слова мы знаем? Давайте просто вспоминать, может быть, какой-то подойдет. Бонжорно. Лучано. Может быть, это Лучано. Буратино. Какое слово? Компрезо. Компрезо. Мне едет испанский коло. Испанский, кстати, тоже неплохо. Кстати, приезжает скоро один еще кубинец, кроме вот этого, который 20 мая будет. Будет еще один. 1 мая. Но я фамилии не запомнил пока. Пока только рекламу видел. Так, там режем заготовки, да, у нас? Продолжаем. Да. Режем шампиньоны. Какого-то размера, мелкого или крупного, смотрите сами. И вот на клешнике. Их можно вот так вот прям. Они очень нежные, разрываем руками. Кусочки, какие вы хотите. Вот так вот разделять. Как же здорово. Приготовление блюда гораздо интереснее, чем поедание. Только всякого интересного можно узнать. В частности, много новых итальянских слов. Которых мы не запомнили. Ну, что же делать. Вот если бы итальянцы придумали что-нибудь в IT, мы бы тогда знали итальянские слова. IBM, Microsoft, Apple. Нет, ничего такого мы не знаем. IBM, Microsoft и Apple. Как бы они называли чат джипетти, итальянцы? Чатто джипетто. Джипетти. Джипетто вполне итальянский звучит. Чатти. Люди, которые слушают нас и знают итальянский, пожалуйста, исправьте нас. Пожалуйста, напишите нам в комментариях, как должно быть. Что-нибудь хорошее. Потому что плохое мы и сами умеем писать. Мы этим ежедневно занимаемся ежедневно. Вас призываем в комментариях писать всякое хорошее. Хватит? Хорошо, хватит. Как у нас в анекдоте есть про Юлию Высоцкую, есть такой замечательный анекдот, что из деревни большие петухи пишут. Здравствуйте, Юлия, нам очень нравится ваша передача кулинарная, очень нравятся ваши рецепты. Недавно готовили ваш салат из авокадо с анчоусами. Но в нашем сельдмаге и не продаются. Авокадо мы взяли картошку, а вместо анчоуса взяли салат. Салат нам очень понравился. Так что... Да, если у вас нет вешеных, вы можете использовать любые грибы. Вообще, начинка для ризотто может быть самой разной. Бывает сырная ризотто, бывает ризотто с морепродуктами, бывает мясное ризотто. Ризотто с морепродуктами или с рыбой лучше готовить на рыбном бульоне. Мясное ризотто на курином. Грибное можно на курином, или индюшачьим у нас, индюшачьим можно на олочном. В общем, бульон будет впитываться в риз. Поэтому, чем насыщеннее вы хотите вкус, такой бульон отобирайте. Я надеюсь, что вы запомнили, потому что я сейчас вот запутался. Это очень было похоже на какую-то компьютерную инструкцию, что с чем совместимо. У меня приём, пересматриваю. Тимьян, кстати, потрясающе пахнет. Вот он уже здесь. Но я не могу сказать, что он подрумянился, потому что он зелёного цвета, но он явно поджарился. Вот такие грибы у нас получились. Да, и мы использовали примерно половину. Так, значит, впереди ещё несколько ризотто, возможно. Кстати, давайте с вами решим ещё один вопрос. Ризотто это что? Это они, это оно, или это он? Что нам говорят наши... Что говорить нашей щихьё, и что говорят в словаре? Я поставлю на оно. Я недавно выяснил, что виски, это оно, если читать русскую классику. Я ставлю, что ризотто, это оно. Итак, мы готовим её. Её. И граем шахматы. Саша, расскажи, как появилась кисто-своя версия. Очень много версий, она появилась в Италии. Кто-то говорит, в 16 веке, кто-то говорит, в 18 веке. В Милане, или на Сицилии. Это не важно. Оно добавляет туда шафран. Вы добавляете шафран? Не добавляю. Не добавляю. Значит, у нас не сицилийское ризотто. Тогда у нас не сицилийское, и не восточное ризотто. А некий микс русско-украинского ризотто. Приготовлены двумя шеф-поварами. Марка у нас в Италии. Я оператор. Это восточная Италия. Ну, говорят, что ризотто имеет происхождение с кипер из восточных стран. Пришла в Италию вместе с арабами на Сицилию в начале 16 века. Да, почему нас в школе Джейми Оливера, который звучит очень круто, не учили добавлять в ризотто. Ты училась в школе Джейми Оливер, я знаю, кто такой Джейми Оливер. Ооо! Я его тоже люблю. Он классный дядь, который очень веселый. Там меня учили готовить ризотто, и сказали, что можете добавлять тиньян. Очень хорошо читается свежая петрушка, фашабра. Ничего, к сожалению, не сказали. Так что у нас какой-то... Я могу предположить, что если это правда пришло и от арабов, то там, значит, они это называли не ризотто, а, ну, как у нас любят говорить, что все пошло от русского языка. Когда-то, значит, они просто резали кого-нибудь, например, утку, и называли это ризотто. Ну, типа, зарезанная штука. Есть мнение, что в Милане шахам добавляли при строительстве зданий, и в том числе его добавили в пищу. Вот, и он покрасил в желтый цвет рис. Вот, соответственно, отсюда и пошло тиньянский ризотто. Давай им приемли в нашу ризотто. В нашу ризотто. Пока что нашел тиньяном. Тиньян можно вытащить, если он у вас уже сажает, то есть сейчас у нас, кажется, мы можем, да, его вытащить. Он выглядит изнеможденным. Видимо, изнемодился где-то там. Изнемог. В смеси масла, чеснока и лука. Изнемог. Ты думаешь, так, на рынку? Мне кажется, изнемодился, а так смешнее звучит. Вполне вероятно. Изнемогал, изнемождался и изнемодился в конце концов. Да. Так, остатки грибов. И поджарим грибы. А, грибы тоже начинают пахнуть. Если грибы впитали в себя масло, можно смело добавлять больше масла, потому что ризотто не диетическое блюдо. И оно дублитское масло. Итак, тут у нас утка. Мы ее разрезали, поняли, что она розоватая. И мы ее положим в ризотто чуть раньше, для того, как будем ее снимать, чтобы оно допеклось. Грибы у нас дали немножко сок. Так, да. Но он выпаделся. У нас снова появилось, вы видите, масло. Если нужно масло, можно добавить. Сейчас мы засыпаем кис. Мы хотим поджарить кис. Очень хорошо. Мы можем дальше скинуть пропорции, которые нужны, поскольку я делаю все на глаз. Я думаю, что на глаз вот понятно, что это была 800 граммовая пачка, наверное. Нет, она была 500 граммовая. Ничего себе! Вот это я ошибся. Вот, но вообще, насколько я помню, на 400 грамм лисы, например, 150 грамм вина. Начинки вы сами там можете смотреть. Вино белое у нас, белое полусухое, это ризинка. Ризинка, немецкое вино, хорошее. В ризотто добавляйте вино не самое плохое, а вкусное. Очень часто бутылку открывают и от нее отливают немножко в ризотто, а потом остатки бутылки, которые сладкие, подают ко столу. Мы решили сделать так же. Мы отлили из бутылки, а оставшиеся две с половиной бутылки мы выпим сами. Сейчас наш ризинг. Ризинг, может быть, покажем. Вот он. Это тот самый хороший. Он продается в пятерочке. Он недорогой, но он, правда, очень хороший. Сколько раз мы его с друзьями сравнивали с другими ризингами, тех, которые подороже. Этот прекрасен. Только не забывайте ставить его в холодильник, пожалуйста, перед употреблением. Вот. Сейчас наша цель поджарить лист. Если ризотто готовится без грибов, например, сырное ризотто, то тогда поджаривается чеснок, лук и потом поджаривается лист. Вот он уже принимает такую золотистую окраску. У нас его довольно много, и поэтому у нас, видите, достаточно толстый слой ризотто получился. Это не то, чтобы хорошо. Вообще, для ризотто нужно брать большую посуду с высокими, толстыми стенками и широкую, чтобы ризотто была большую часть времени размазана по дну, то есть, постоянно испытывала жар от плиты. Высохую, потому что потом мы будем много мешать и все будет лететь в разные стороны. То есть, если бы была сковородка толстая с высокими толстыми стенами, то было бы тоже неплохо. Сковородка нормальная, но будет неудобно, когда мы начнем мешать. Даже из кастрюли может все лететь. А из сковородки тем более. Возможно, а, ну, хорошее. Может быть, большой казан, кстати. Может быть. Итак, мы поджарили риз. Главное, чтобы каждая ризонька была жиром, маслом. Мы добавили еще немножко масла. Вот. На вкус. Вот. И когда рис сжарится, у него становится такая корточка, еще он немножко тресклится и после трещины он будет выпускать крахмал. Теперь рис у нас все еще сырой и мы вот поджаренный весь сырой добавляем в вино. Где-то 100-150 миллилитров. Оно даст такой приятный кислотный вкус. Ничего страшного. И теперь мы начинаем самое такое основное приготовление и самое основное движение в ризотто это вот так вот вымешивать его, выбивая рисинки об стенки, чтобы они давали крахмал. и настоящее ризотто оно должно быть кремообразным, но внутри таким плотным, хрустящим как макароны аль денте, так и рис. Должен быть аль денте. Но вот кремообразная структура достигается как раз за счет того, что ризот рис поджалили и выбиваем его об стенки. Как же интересно. Когда у нас заканчивается вода, мы добавляем горячий кипящий бульон и продолжаем его вот так вот рис выбивать. Нам важно, чтобы рис не варился в традиционном смысле, поэтому мы никогда не кладем слишком много бульона. И рис сейчас впитывает бульон и вот мы его вот так вот выбиваем от стенки, потом снимаем со стенок, чтобы он не сидел на стенках не оставался сырым. И вот такой процесс нужно будет минут 17 или 15 20 делать. Чуть позже мы определим как и когда останавливаться, в том числе мы будем пробовать по вкусу. Звучит как наказание в аду. 17 минут вот так ложкой делать. Мне кажется, это сложно физически. Ну, зато если вы будете так делать, обратите внимание, то это практически спорт. Не обязательно прям супер нефереререрно, лучше, конечно, все время. Вообще, по одной из историй приготовления ризотто, кто-то просто оставил рис на плите, забыл, и у него получилось классное блюдо. Но шеф-повара говорят, что нельзя оставлять и забывать рис на плите, чтобы он получился, он, видите, дает уже такой крахмальный сок. Это масло, смешанное с рябным соком, и как раз рис начинает давать крахмал. И вот тут нам помогает все-таки высокие стенки, мы с них регулярно собираем весь, но они помогают, что только часть кухни нам придет убрать после ризотто. Да, у нас видно, что... Ты хочешь еще что-то добавить? Я хочу сказать, что да, если смотреть, выглядываться, то видно, что это непрозрачно, это даже уже не сок, а может быть кресер небольшой, тут как раз показывает, что крахмал выбивается. Вот сейчас, когда мы поджарили чеснок, лук, поджарили рис, залили вином, выпарили и залили бульоном несколько раз, ну да, добавили грибы в свое время, у нас получился такой еще сырой рис и грибы с луком, чесноком и вином. Вот это хороший момент, если мы вдруг хотим заготовить ризотто на будущее, например, через пару-только дней приготовить, или так же повара делают заготовки, бывает, в каких-то ресторанах, иногда они готовят с нуля, очень часто, но если вдруг нужно сделать какую-то заготовку, они могут вот на этом этапе остановиться и убрать часть ризотто. Оно будет все еще сырым, оно немножко дойдет в холодильнике, но зато вы можете его потом взять и вот дальше действовать так же, как мы сейчас с вами посмотрим. Сейчас нужно поймать Сашу и сказать, видите, он все ризотто, или мы тоже обожим часть. Как я сказала, мы должны перемешивать ризотто, но у нас сегодня не то, чтобы идеальное, а реальное ризотто, поэтому одно такое мы помешиваем и выливаем его, а второй рукой мы нарезаем утку, которую будем потом доваривать, дожаривать с кислом и готовим зелень, петрушку и чеснок, которые мы мелко порежем и в самом конце добавим. Это гранатный сок, который бьет света. Переливы между приготовлением ризотто. Так, утка у нас немного розовая, но это значит, что мы сейчас и просто дожаем. вот такая будет совсем готовая. Удобно, когда риса поменьше, это уже тоже не идеальное ризотто, потому что это достаточно толстый слой, но мы решили, что я решила, что двое взрослых мужиков нужно накормить как следует, и чтобы не было такого, что им не досталось. Лично я согласен, я вижу, что Александр тоже согласен. Света проявляет чудеса предусмотрительности, посмотрите на эту женщину, надо быть такой, как света, девушки, учитесь. Спасибо, Маска, очень приятно, но у меня есть еще план В, дело в том, что ризотто вкусно есть только когда оно готово, и в течение буквально 15 минут, если вы ждете гостей, а гости опаздывают, то тут вариант, либо гости будут кушать что-то какое, либо вы останавливаетесь в готовке ризотто, вот, но есть две тонкости, первая тонкость полуготовый ризотто убрать как заготовку в холодильник приготовить в течение дня двух, а вторая тонкость, что полностью готовое ризотто можно из него приготовить оранчини, это такие шарики обаленные перемешанные с яйцом, то есть все ризотто оно уже тогда постоит, оно превращается в такую кисовую кашу, разогревать его не так вкусно, ну, для итальянцев наверное, потому что я скажу честно, я как-то разогревала, мне было вообще считается, что не так вкусно и поэтому в него добавляют яйцо перемешивают опаливают в панировочных сухолях и поджатывают масло и получаются такие шарики оранжевого цвета можно в футюре пожать, можно просто налить много масла на сковороду или сделать в виде котлеток получаются такие рисовые шарики оранчини я как-то готовила Сашу оранчини как тебе? очень вкусно ты уже забыл как это ну, иногда съехал вот поэтому если вдруг у нас останется ризота то я может иногда в этом оранчини может быть вот у нас есть уже темообразный такой мы видим что соус даже не увидим но на вкус мы попробовали немножко и оно еще достаточно сырое и сейчас такой хороший момент добавить нашу бутку чтобы она доводилась на 5 добавляем ее вместе с птиным соком который тоже провалится это выглядит очень аппетитно продолжаем выпивать вообще ризотто должно быть толщиной 1 сантиметр у нас его много но поскольку у нас русско-украинское ризотто то у нас свой рецепт должно быть много сала много картошки те кто умеет готовить ризотто профессионально хейтите нас в комментариях мы готовы взять эту ответственность ставьте дизлайки ну короче все как положено что там хейтите говорите что вы программисты ни хрена ничего не умеете ну да наверное так и есть вообще нужно было отложить и готовить на две части но мы не отложили мы не отложили так ну извините нас товарищи хейтеры за счет этого ну как бы нижняя сторона она готовится как нужно а верхняя варится и остается сыроватой и так мы видим что лисенки стали побольше мы выпырили последний половник бульона до такой как бы что у нас есть немножко прямообразности но кажется нам хватит вот мы отставляем его несмотря на то что мы добавили много масла Марк попробовал только что на мой взгляд очень вкусно но еще не очень жирно хотя мы уже не жирно полпачки вот и теперь мы отставляем все это можно выключить плиту здесь довольно много риска поэтому он впитал лишнее масло да мы все-таки отложили часть риса мы решили что мы не такие дерзкие должны послушаться секретов поваров у нас возможно тут дойдет и нам нужно будет его только совсем чуть поджарить посмотрим может быть из него мы приготовим оранжинит вот но у нас все равно достаточно плотный слой и сейчас нам нужен клиент который мы не забыли упомянуть это пармезан у нас он сразу чертый а мы добавляем пармезан довольно много и начинаем перемешивать быстро чтобы он схватился с крахмалом и стал такой текучей массой вот видно что он становится чуть более текучим и пармезан достаточно быстро растаивает пармезан добавили пармезан вот он уже так видите тянется добавляем по вкусу сливочного масла я добавлю совсем чуть чтобы он дал такую еще дополнительную кремообразную сливочную структуру и вот для пармезана смешанного с крахмалом и сливочного масла есть тоже отдельное слово и вот итальянцы как нам рассказывали на мастер-классе говорят что вот когда добавляешь масло и сыр в конце ризотто что нужно дать ему постоять чтобы ризотто появилась душа и что-то такое прямо самый вкус и добавляем порезанную мелко петрушку я добавляю еще по вкусу чеснока также сейчас хороший момент попробовать это и добавить соль и перец на вкус соль лучше добавлять после пармезана пармезан часто соленый и можно пересолить сделать темно в доме петрушку остальное надо добавить петрушку перемешали он уже готов остывает его нужно прямо сейчас кушать также мы приготовили салат из помидоров пасекика моцарелы и бальзамка и отек также мы колоним соцбольное вино которое реально вино потому что оно сварено как вино вино сброшено вино а потом у нас есть вино еще и такое алкогольное на все случаи жизни вот мы садимся кушать вино это совсем не диетическое так Мика увидела услышала что мы садимся кушать и вот она уже здесь а Саша уже кстати у Стефа расскажи очень вкусно Света тебя расскажет Марк мне кажется рис получился вполне таким хрустящим но не то что хрустящим но достаточно плотно внутри и получилась кремообразная кашка великолепно проверим сейчас мне очень нравится я большой не знаток итальянской кухни но это выглядит очень по-итальянски и на вкус это очень по-итальянски по крайней мере похоже на то что дают в итальянских ресторанах так бонжорне филисидадес настоящий вкус атор ресторан вот она покушала теперь отдыхаем вижу довольство в глазах кажется все хорошо у Мики при приготовлении ризотто ни одна Мика не пострадала мак 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 Продолжение следует...